Я хочу сегодня говорить из послания кремленам, из глав 7 и 8, и как я уже сказал, заглавие моей проповеди это поднимите свою голову. Есть 5 небольших уроков, которые мы быстро один за другим изучим из текста, и мы увидим очень простую картину, очень простая, как каждый из нас. Простая, потому что каждый из нас, такие вот простые, как мы здесь есть, не каждый момент он просто рад самому себе. И писание, они могут нас привести в то место, в котором мы говорим, о, теперь мы можем сделать что-то намного более лучшее. Или я сейчас намного лучше, чем я. Писание мог привести нас из состояния, когда ты смотришь на себя и думаешь, на кого я похож, в другой состоянии, в котором говоришь, слава Богу, я действительно рад за себя, за то, как я выгляжу и что я делаю. Когда человек молодой, сильный и здоровый. Чаще всего у него еще и никакого ответственности нет. Он чувствует себя хорошо. Но после того, как он женился, у него появились дети, у него появилась ответственность. И вдруг он начинает ощущать свое тело, болит то здесь то там. Или он устал. Или он постоянно устал. Или он постоянно устал. А он уже не так уж рад своей жизни. Вы знаете, в начале Господь не сотворил нас таким образом. Когда он сотворил Адама, он на нем сказал очень хорошо. И он был сильный, здоровый и безгрешный. В 8-м псалме написано что-то очень интересное. Кто такой человек, что ты его помнишь? По-русски написано, ты немного принизил его перед ангелами. Но на еврейском написано еще более сильно. Это его немного понизил по отношению к Богу. Немного ниже Бога. Это значит, когда Адам, он был сотворен. Он был немного ниже, чем Бог. И то же самое мы считаем в послании к евреям, там написано. Там написано, что ангелы это служебные духи. Которые должны служить людям. То есть мы здесь видим, что в теории у человека есть очень высокое положение. Он был создан быть каким-то большим. Но произошло то, что произошло. И произошло то, что произошло. И в первые тысячу лет своего существования человечество получило несколько сильных ударов. И теперь мы те, кто мы есть. В лучшем случае мы сопротивляемся усталости. В более худшем случае мы сопротивляемся болезням. У нас есть всякие фобии, страхи. И ответственность, которая отнюдь не всегда радует. Это хорошая вещь. Это хорошо. Быть ответственным. Быть ответственным. Быть ответственным. Но это отнюдь не всегда радует. Киим! Энэзишу отсирочил симха. Потому что если нет какой-то радости, чего-то того, что вызывает... Например, отпуск. Или что-то приятное, что происходит. А ты начинаешь быть таким уставшим и ничего не хотящим. Или что-то у тебя случилось на работе. И ты можешь себе говорить, я не преуспеваю на этой работе. Почему я не преуспеваю? Что я здесь вообще делаю? Или что-то происходит дома. И ты начинаешь есть самого себя. Почему я сказал жене так? Или почему я сказал своему мужу так? Или почему я рвался со своим сыном? Такая недостаток радости. Иногда просто разочарование. Первый пункт, который мы изучим, уже выучили. Внутри нас живет недостаток радости. И это, к сожалению, обычное состояние для каждого человека. И это, к сожалению, обычное состояние для каждого человека. Иногда мы смотрим американские фильмы. Американцы, они умеют всегда ходить с американской улыбкой. Все нормально. У них все всегда хорошо. Но внутри все то же, что и у каждого из нас. Это правда. Это действительно реальность. У каждого из нас одно состояние. И когда мы читаем послание к Римлянам, 7 глава. Мы читаем от 21 по 25 стих. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? И в английском языке написано, что я получил это право. Я желаю делать то, что кто-то, которые живут вперед. В предыдущем, я счастлив в течение бога. И как в языках я виду право. И он сможет право. И он сможет право. 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 Шауль сказал, что что-то не то происходит внутри меня, моя голова, мои мысли хотят чего-то хорошего. Но когда я хочу сделать, все происходит как обычно. Помните, хотели как лучше, вышло как всегда. И это точно о том, о чем я говорил. Несмотря на то, что Бог создал человека хорошим во всем. Происло то, что произошло, и мы сейчас должны противодействовать той реальности, в которой мы живем. Мы можем подумать об этом, почему это? Смотрите, мы можем подумать об этом по-другому. Почему так? Почему так происходит? Может быть, потому что внутри нас есть грех, и Господь испытывает нас? Может быть, сатана против нас? Мы говорим, что это сатана, он во всем виноват. Или мы говорим, что черт меня побрал. Попутал, бес попутал. А мы говорим, что это битой. Да, мы знаем. Почему так произошло? Я не хочу сейчас учить о том, кто такой сатана. Но это то состояние мира, которое противостоит нам. И послание к эфицианам, оно объясняет, что сатана это дух, который живет в Поднебесной области, и который противостоит нам. Через людей, через обстоятельства. Может, Илухим не дает ему немного сомнений. Иногда ему, возможно, Господь дает какую-то власть. Может, это в том, что мы делаем какой-то шухрад, а мы поднимаем дверь, и сатан мокет. Иногда это из-за нас, когда мы совершаем какой-то грех, мы словно открываем дверь, и сатана может ударить по нам. Но это реальность. Это реальность, которая очень сильно подняет. Это реальность, от которой мы все уже давным-давно устали. Это не значит, что мы только должны быть так. И это совсем не значит, что он всегда должен быть в таком состоянии. Илухим, через Иешуа, молитву Тану, и есть твила очень красивая, твилата Авинуша Бешамай. Через Иешуа Господь учит нас. И Иешуа, Он учил своих учеников этой молитве. Отче наш, мы все ее знаем. Кто? Вы знаете твила Авинуша Бешамай? Вы все знаете эту молитву? И там есть слова, которые мы все знаем. Не веди на свои искушения, но избавь нас от лукава. Это те слова, которые стоит говорить каждый день. Но если мы все-таки смотрим в реальность, все равно не все так просто. Он не был греческий философ. Он был ортодоксальный еврей. И он понимал священное писание очень ясно и четко. И он понимал четко и ясно, откуда все происходит. И несмотря на все это, он сам говорил, все равно не все так хорошо. Я разочарован. Вы знаете, сегодня есть на многих языках, в том числе на русском языке, различные книги, которые пишут ортодоксальные евреи. Очень умные ребята. И иногда дают очень глубокие объяснения. Я не думаю, что они такие же умные, глубоко покрутившиеся, как Павел, но примерно на том же уровне. Но когда мы смотрим в суть того, что они выдают нам... Они тоже говорят, что в мире не все хорошо. Раб-ехад, лепней мото, раб-мот мефорсам, лепней мото, омар. Один известный раввин, перед своей смертью, он сказал... Но я всю жизнь служил Богу. Но я не знаю, куда я иду. Но как раз в этом месте у апостола Павла, у него было другое откровение. Он знал так же, как любой умный еврей, что все, что происходит в мире, и что мир, он не такой уж хороший. Он знал еще что-то хорошее. Потому что в его жизни один раз произошло откровение. И он поверил в того, которого до этого он гнал. И вдруг мы читаем что-то новое, что говорит нам Павел. Мы читаем 25 стиха из 7 главы Кримленов. И так, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Мессии Ишуа живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни в Мессии Ишуа освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Я хочу сказать, что я читаю эти четыре пассива, эти пассива, эти пассива, которые в Бессии Ишуа живут не по плоти греховной в жертву. И так, что Шауль, вдруг, начинает говорить на другом языке, и это второй урок для нас. Питом, изо всей этой разочарованности он пролошает, да, я раб греху, но у меня есть дар. И второй урок, второй пункт, это дар. Дар. Когда мы получаем какой-то обычный подарок, это нормально. Метана, что мы цофем, скажем, что у тебя есть дар, и ты цофе. И ты цофе, и штиха шала, айзе мидай еш лиха? Азата цофе, ма шу, ма шу тикне, ша не ехо лелбожь. Окей. А? Митцапе. Митцапе. Окей. Допустим, у меня есть день рождения, и жена мне там что-то приготовила, я ожидаю, шо ж там такое будет? И шала у тебя в фоне, айзе мидай еш лиха? А, и до этого она у меня спросила, какой у тебя размер футболки? А там и цепей, а там и цепей, Машу. Окей, а я ожидаю, что она не купит какой-то новый футболк красиво. Это хорошо получилось. Но иногда мы получаем подарок, о котором мы не ожидаем. И это сюрприз. И я говорю, вау, как это круто. Но у нас, как у людей, у нас есть проблема с хорошими. Вы знаете, в основном, человек зухер дворим раим 11 разнее лучше, чем он зухер дворим. Окей, в соответствии с исследованиями, человек, он в 11 раз дольше, он помнит плохие вещи, чем хорошие. Ты едешь на машине, превысил скорость, тебя остановили, дали тебе 20 шекелей штраф заплатить. Матаем, матаем. 200. К нас, ата зухередзе арбеютер. Мяшерше. Боутой йом ата кибальта, их зыршен на сах наса, алпайм шекель. И ты это помнишь дольше и сильнее, чем то, что в тот же день ты получил возврат подоходного налога 2000 шекель. Клумар, ата зухер, ламо уцар оти? И ты все время думаешь, че он меня остановил? Веда кое-змане, вамо уцар оти? Че он меня остановил, я штуковал в коксе. Ата квар шахахта алпайм шекеля, или? Ты уже забыл об этих двух тысячах шекель, ты помнишь, что только дверь. Это тебе шел бен-адам. Это природа человека. Но кок шел мотанат аллухим, ше нитна лану байешуа, אם אנחנו мобиним ута. Но сила тех даров, которые мы получаем в боге через мессию иешуа, если мы их понимаем. Она намного-намного более сильна, чем все разочарование этого мира. Благодаря зе, в егерет-ахерет, Ото Раб Шаул емар милим. Поэтому в другом своем послании апостол Павелон написал. Что мне все равно, я все почитаю как ссор, кроме познания иешуа Мессии. Потому что он там находится внутри, он его схватил. Он просто понял, он внутри сильно схватился за то, что иешуа, он тот, который больше всего, и который самое главное, может изменить его жизнь. И здесь есть разные вещи, о которых я сейчас не хочу распространяться. Закон жизни, закон духовный, закон смерти. Это скорее тема для семинара. Но мы должны поймать главную вещь. Господь послал своего сына. И он стал жертвой за всех нас. Он заменил нас, Божьим студентам. И это работает. Тяжело понять иногда. А иногда легко. Мы здесь сидим все разные люди. Но понять эту вещь, это не всегда легко. Но вся суть это в том, что мы должны объединиться с жертвой иешуа. И Бог создал разные дороги, каким образом мы можем объединиться с жертвой иешуа. Потому что мы разные, поэтому он дал разные пути, которые мы можем объединиться с жертвой иешуа. Пейте это моя кровь. И когда ты это ешь и пьешь, ты просто соединяешься с Богом. Есть люди, которые мистические. Есть более мистические настроения. Написано в Святых Писаниях. что в конце дней Бог нам откроет пророчества через сны и видения Он будет нам открываться. А вот это ответ для людей более духовных. Есть люди, которые любят читать и учить. И для них Он дал наши Священные Писания. И Он дал вот эти собрания, в которых мы собираемся. Мы учим и мы принимаем это слово. Иногда мы получаем какое-то освящение через нашего супруга или супруга. Написано в Святых Писаний. Там написано, даже если ваш супруг или супруга неверующий не разводитесь с ним. Откуда ты знаешь? Может быть Господь тебя призвал, чтобы освятить его и через тебя Он познает Иешуа. И я уверен, что есть здесь люди, которые думали развестись с неверующим супругом. Но они этого не сделали, немножко подождали, не увидели. Да, правильно, не стоило этого делать. Потому что поняли этот момент, и оно начало работать. Истинная жертва Иешуа. Он меняет нашу жизнь. Он меняет нас. Тогда, И Бог находит разные пути для разных людей, что все пришли в одно и то же место. Я повторяю, разные дороги. И мы разные. Для кого-то через еду. Для кого-то через откровение. Для кого-то через изучение. Для кого-то через собрание. Разные дороги. Но, самое главное, несмотря на все эти разные дороги, Бог хочет привести истину о жертве Иешуа для каждого. И, как бы, особое чудесное слово в том, что мы читали здесь. И здесь было написано. Восьмая глава, четвертый стих. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Что значит, живущих не по плоти, но по духу? Как мы это понимаем? Что значит жить по плоти? Как вы думаете? Скажите что-нибудь. А? Дела? Масей басар. Ну, вот, вот. Масей басар. Масей басар. Масей басар. Масей басар. Объясните. Чуть больше. Дани. Хэт. Кэн. Лёд царых льёт. Рухани медай. Ты ведёшься так, чтобы... Ата. Хай. Лифи. Руах. Имата Макшив. Маши. Руаха. Кодиш. И с другой стороны, ты живёшь по духу, если ты живёшь в соответствии с тем, что Дух Святой нам нас здесь в Писании. Или ты живёшь по плоти, если ты живёшь как животное. Или другими словами, если ты не меняешься. Аз. Еш. Машу. Меот. Хашув. Лавин. Очень важная вещь, которую стоит понять. Взе. Некуда шлицить, ше. Анахну. Цархим. Лилмод. Ше. Бни. Элухим. Эм. Миштаним. Што. Сыны. Божьи. Они. Изменяются. Эм. Лохаем. Леви. А. Бенадам. Элли. Миштаним. Они не живут по плоти, как кветхи человека, они измениются. Хашув. Меот. Вэм. А. Эм. 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 значит, что-то не работает в тебе. Сыны Божьи, они изменяются. Это очень важно понять. И в таком случае Дух Святой тоже работает внутри нас по разным способам. Кому-то он говорит через Слово Божье, кому-то он говорит через его совесть, кому-то он говорит через его жену, но это все для одного и того же, чтобы привести нас в правильное место. Окей, прочитаем следующую часть, 8 глава, с 8 по 14 стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Мессии не имеет, тот и не Его. А если Мессия в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Ешуа, живет в вас, то воскресивший Мессию из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умышляете дела плоткие, то живы будете. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Абрит אומרет, милейм каиле, «Кפופим לבשар» אינם יכולים להיות рецеуיים לאלוהим. То есть, если вы живете, как вы живете, и только что вы делаете, и только что вы делаете, и не мешаетесь. То есть, конечно, ты не хавер имелוהим. «Их вы, как 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 вы. Это милейм, что мы говорили в прошлом. Абрит, это не может быть. И вот здесь написано. И здесь написано. Если Дух Мессии живет в вас. Если вы получили Дух Мессии. Вы уже не обязаны жить по плоти. Потому что каждый ведомый Духом Святым он сын Божий. Здесь есть выражение «сыны Божьи». Много раз Шауль, Павел, он возвращается к этому выражению. Абрит. Абрит. Что значит это библейское выражение «сын Божий» или «дитя Божие»? Как мы это понимаем? Абрит. 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 Тот, который принадлежит ему, Богу. От мила миу бен алухим катуф бамишлей. Слыха бамишлей, бамизмор. Окей, в притчах написано... В псалмах, в псалмах. В псалмах написано еще одно объяснение. Ата бни, айом ноладите отха, юладите отха. Ты мой сын сегодня родил тебя. Везе битуй шемуядле мелех. И это определение, которое принадлежит Богу, царю. То есть, каждый царь в Израиле, так как его провозглашали, так как в этом пишут в Писании, он был сыном Божьим. Когда мы читаем книгу Иова, там написано, что день один, бни Иллюхим, они подкорбились к борьбам в мире, и в Кребехе тоже был Сатан. Мы читаем в книге Иова, в самом начале, о том, что в один день собрались перед лицом Божьим сыны Божьи, и там же среди них был Сатана. Клумар, эле ми уходим миод, ахирим ми шара и цурим. То есть, это значит кто-то, который особенный, не такие, как все остальные творения Божьи. В общем-то, все эти определения, о которых мы сейчас говорили, их можно применить к Ишуам. Ки, у ая, ке, гадоль ми Исраэль, ая бен Иллюхим. Потому что он был, как великий, более великий, чем Израиль, он был сыном Божьим. Пилат назвал его царем Израиля, и в этом смысле он тоже был сыном Божьим. Из недра отчего он явился, как написано в Евангелии от Иоанна. Отсюда эти вот понятия, которые есть в нашей вере, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. В книге Иеремии написано, что Бог, Он праведность наш или оправдание наше. И здесь тоже написано о божественности Мессии. Но как это все относится к нам? Если мы принимаем Ишуа как дар от Бога, внутри нас просто обмязано совершиться чудо. То, что написано в 8-м псалме. И об этом мы уже говорили. Ты немного унизил меня перед Богом, как написано в Иврите. Но я нахожусь в очень важном месте. И это третий урок, четвертый. Мы читаем 8-я глава, 15-й, 17-й стих, и потом сразу 26-й, 27-й. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа установления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, наследники же Мессии, если только с Ним страдаем и с Ним и прославимся. Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца же знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Писоким קצת קשים, בעברית כתוב ככה, «Херей, לא קיבלתם רוח של עבדות, לחזור אל הפחד, אלא קיבלתם רוח, «Хамикане, מעמד של בנים». «Во ברוח зот, אנו קוראים אבא אבינו». «Во מקום נוסף כתוב ככה, וכן גם הרוח עוזרת לנו, בתפילה, כי עוזרת לנו להתפלל מתוכן הבטן שלנו, במילים של הרוח». Здесь написано, что когда мы приближаемся к Богу, что-то внутри должно произойти. «Вдруг внутри нас должно родиться провозглашение». «И ты вдруг обращаешься к Богу как к отцу, как к папе». «Во אתה אומר, אבא אבינו». «И ты говоришь, «Папа, Отец мой». «Коремי בפנים, אבא אבינו». «И Дух Святой». «Он просто взывает изнутри, «Отец мой, Папа». «Азо יודע בהחלט». «А он точно знает». «Ше-Элухим איתו». «Что Бог с ним». «Во-Элухим יעזור». «И Бог поможет». «Вיקח למקום טוב». «И возьмут в хорошее место». «Ане רוצה לסיים им тפילה». «Я хочу заключить...» «Колай אנחנו יכולים לעמוד ולהתפלל ביחד». «Может быть, мы можем встать в молитве вместе». «Авינו שבשמיים». «Отец наш Небесный». «Ани мудה לך עבור זה שאתה לוקח בן אדם ששבור». «Я благодарю тебя за то, что ты берешь сломленного человека». «И ты исцеляешь, чинишь его». «Ты возвращаешь ему позицию сына. «И ты исцеляешь его внутренность». «Ты вкладываешь внутрь него Дух Святой». «И ты исцеляешь и ты исцеляешь его». «Воакול אתה עושе בזכות ישуа». «И все ты делаешь во имя ישуа». «Дерег Курбан». «Через его жертву». «Авур...» «Авур כל בן אדם». «Для каждого человека». «Шемאמין». «Для каждого человека, который верует». «Ани митפלל, авינו». «Я молю тебя». «Ше...» «Эле бекербейנו, «шלא מכירים את ישуа». «Что те среди нас, которые еще, к сожалению, не приняли ישуа, не знают его». «Чтобы ты открыл это им сверхъестественным образом». «И я молю тебя, чтобы ты исцелил наши внутренние...» «До той степени, чтобы мы познали тебя как Папу». «Венахриз, Абе Авину». «И чтобы мы могли проразглашать Отец наш Папа». «Во они митпалел, что ты тянь лекол-ехад миттану битахон». «Я прошу тебя, чтобы ты каждому из нас дал уверенность в себе». «Битахон, шеата беадейну». «И уверенность в том, что ты с нами». «Вешум Малах, вешум Сатан, вешум ойев лу ехол лафрит бенейну, бенейну, бен кол-ехад миттану бенеха». «И ни Сатана, никакой ангел, никакой враг, никто, не может отделить нас от тебя». «Я молю тебя, Папа, о том, чтобы через Иешуа ты открыл нам эту вещь». «Сверхъестественным образом». «Мы молим тебя об этом». «Амин». «Амин».